МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Эрудит пятерка". Ялий Климович, у нас сегодня особенный день. У нас в гостях участники международного турнира знатоков православной культуры Фавор. Который проходит по благословению Преосвященнейшего Павла, патриаршего экзарха всей Беларуси. Ну а на месте нам тут изо всех сил помогает и организует все Гомельская епархия во главе с правящим архиереем, архиепископом Гомельским и Лобинским Стефаном. За что им наше огромное благодарность. Ну и, как водится, на фаворе архиепископ Стефан. Ну а у нас здесь телерадиокомпания Гомель и Гомельский область полкома организует и поддерживает нашу уникальнейшую командную телевикторину. За что им от нас вот поклон до земли. Итак, сегодня у нас в студии победитель турнира Фавор. А у нас было не просто так, у нас было 4 разных игры, 2 игровых дня. Справа от меня, справа от меня, я нарушаю свой обычный порядок представления. Справа от меня с красными шарфами и красными чемпионскими бабочками брянская команда «Пересвет». Серафим Кузьменко, лигер. А если Серафим улыбнется, как это сделала Татьяна, вообще он станет телезвездой всей Гомельской области и прилегающего космического пространства. Команды, занявшие со 2 по 5 место, хотят отыграться на чемпионе и прислали своих лучших игроков к нам в студию. Команда «Фавор», сборная турнира, капитан, один из капитанов клуба «Белая рысь» Вера Дубинина. Прошу. Приступим. Приступим, дорогие мои. Первая у нас блеф-игра. Да? Нет? Ведущий может говорить правду, может немножко сочинять. Ну вот, на то он и ведущий, собственно. Ну а вы должны либо согласиться с моей правдой, либо поймать меня на лжи, сказав «да» или «нет». Ну, перед этим, естественно, нажав на нашу замечательную кнопку. Итак, внимание, Вера, кого отправляете самого быстрого, самого нахального, по-хорошему, человека на эту игру? У нас пойдет Алексей. Алексей, готовьтесь. А Серафим, кто у вас самый быстрый? В бой идет Георгий. Итак, Алексей против Георгия. Вперед! Итак, внимание. Итак, внимание. Начнем. Тема всего турнира, сквозная тема всего нашего турнира был митрополит-оведенитель Иосиф Семашко, который объединил униатскую церковь, вернул ее в лоно православной. Вот все вопросы о нем. Итак, начнем. Верите ли вы, что Иосиф родился на Рождество? Алексей? Да. Пять очков заработал. Верите ли вы, что в Немировской гимназии юный Иосиф Семашко был первым учеником? Фальстарт, у вас за этим очень строго следит наш электронный судья. Алексей, ваш шанс. Все верно. Все верно. Вы со мной согласны? Да, он закончил первым разрядом в списке. Отлично. Играем. Верите ли вы, что разочаровавшись в обычной церковной жизни, Иосиф намеревался стать иноком Киево-Печерской лавры? Алексей? Согласен. Увы, поймал я вас. Он, на самом деле, разочаровался, но собирался, он в Петербурге жил, собирался стать иноком Александра Невской лавры. Вот пять очков вы не сумели заработать. Играем. Верите ли вы, что Иосиф был митрополитом минским и белорусским? Прошу. Нет. Он был митрополитом? Велинским и литовским. Отлично. Верите ли вы, что после Полоцкого собора, который, собственно, и объединил униатскую и православную церковь, он подал прошение об отставке? Алексей? Нет. Вот есть такой факт. Он счел дело всей своей жизни завершенным и смиренно попросил удалиться на покой. Вот достойный поступок. Итак, после первого конкурса, после первой нашей блеф-игры, 15-0 ведет сборная «Фавор». Играем. Хорошо начал Алексей. Небесный покровитель Георгия что-то как-то оставил. Видно, занят какими-то другими делами. Змеев колет. Сейчас у нас дуэль-игра 5 тем, 5 очных поединков. Сейчас вы услышите темы боев. И, собственно, мы дадим вам целых 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Итак, начнем. Первый бой. Азбука веры. Второй бой. Святые и святыни. Третий бой. Дорога к храму. Четвертый бой. Праздники. Естественно, имеется в виду церковные праздники. И пятый бой общекультурной религии мира. 5 секунд, пошло время. Итак, внимание. Начинаем нашу дуэль-игру. Вера, капитан, кто у вас знает азбуку веры? Азбуку веры нас определенно знает Алексей. Алексей, это ваш второй и последний выход. Напоминаю вам. Больше двух раз у нас к стойке не ходят. Серафим, кого отправляете в бой вы? У нас снова Георгий. О, это пара неразлучная. Вперед! Алексей, пару слов с вами. Алексей, какой город вы представляете? Я представляю город Бобруйск. Пару слов о городе, о команде. Ну, наша команда достаточно замечательные, слаженные молодые люди, которые долго готовились к этому событию. Я думаю, что, представляя мою команду, я не подведу тех людей, которые вместе со мной пришли. Хорошо. Итак, Алексей против Георгия. Тема азбука веры. Буква А. В восхвалениях Святой Троицы этот возглас звучит трижды. Алексей? Аллилуйя. Аллилуйя, 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 да. Пятничок. Буква Б. Это святой, который роздал свое имущество и живет, не принимая денег. Прошу. Бессребренник. Бессребренник плюс пять. Буква В. Так называется соединение трех служб. Великой вечерней, утренней и первого часа. Алексей? Великое повечерие. Нет, не согласен с вами. Прошу вас, Георгий, у вас есть шанс. Всеночное. Всеночное или всеночное бдение? Браво. Первый пятерку заработал Георгий. Алексей вам аплодирует, заметьте. Г. Это наиглавнейшая греховная страсть, выражающаяся по слову Иоанна Лесточника в отвержении Бога и презрении людей. Гордость. Гордость или гордыня, вы правы, отлично. Ну и буква Д. Это добровольная жертва, которая приносится Богу со стороны человека. Прошу, Алексей. Дар. Дар. Великолепно. Алексей на этой игре подарил своей команде 15 очков. Георгий сумел 10. Таким образом, с 30-10 в пользу сборной фавора. Играем следующий бой. Святые и святыни. Вера, в сборной фавора есть знаток святынь? Да, это у нас Николай. Николай. Николай, приготовьтесь. Серафим, у вас? У нас идет Сергей. Итак, Николай, Сергей, вперед! Традиционный вопрос к Синим. Ну, понятно, человек из Брянска. Мы еще с Серафимом поговорим, когда он выйдет. Человек в Синим. Представьтесь. Город Старый Оскол. Старый Оскол. Пару слов о городе. Наш город достаточно... Ну, он является центром металлургии. Завод ОМК. А также есть много достопримечательностей. Ну, например, самую главную назовите. Кафедральный собор Александра Невского. О как! Великолепно. Удачи вам. Итак, святые и святыни. Вот тут вам не повезло, ребята. Речь в первом вопросе о Гомельщине. Борисоглебское кладбище с растущим из земли крестом в этом городе на Гомельщине. Кстати, в этом городе проповедовал святой Кирилл. Прошу. Туров, браво! Святой Кирилл Туровский. Прекрасно. Равноапостольные Константин и Елена царственные обычно изображаются на иконах с этой святыней. Прошу. Крест. Крест. Именно Елена нашла животворящий крест, Господин. Играем. Именно этот святой расписал Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре. Я думаю, это преподобный Андрей Рублев. Да, Андрей Рублев, конечно. Не торопись. Их праздник отмечается в России 8 июля как день семьи, любви и верности. Прошу. Верно, держи, любовь. Господи. Никогда 8 июля такого не отмечалось. Прошу вас, Николай. Ты Петр и Феврония. Петр и Феврония, конечно же. И заканчиваем. В день отречения этого императора была явлена народу икона державная. Фальстарт. Снова фальстарт у вас, Сергей. И у Николая есть шанс. Я думаю, что это Николай Второй. Николай Второй. Именно в день его отречения явилась эта икона. После второго боя 50-15 сборная Фавора пока побеждает команду Пересвет из Брянска. Но все еще впереди. Следующий бой. Дорога к храму. Кто отправится к храму у вас, Вера? У нас к храму отправится Владимир. Владимир. Хорошо. А Серафим у вас? У нас идет Мария. Итак, Владимир против Марии. Вперед! Кстати, ваша команда какое место заняла на турнире? Второе. Второе. Самое обидное место. Не считая четвертого. Итак, вот очень мощный игрок. Кстати, блистал на открытии капитаном команды сборной Украины. Это вам не обы что. Играем. Дорога к храму. В храме Святой Софии впервые посетили православное богослужение послы князя Владимира. Город назовите. Прошу, Владимир. Константинополь. Константинополь. Вы или русские называли его Царьград. Продолжаем. Именно столько куполов у Софии Киевской. Маша? Пять. Пять. Хорошо. Кто больше? Тринадцать. Тринадцать, что символизирует Христа и его двенадцать апостолов. Браво! Но украинцев не знать одного из главных храмов страны. Играем. Великий князь Дмитрий Донской в 1380 году от Рождества Христова пришел в его обитель и спросить благословения на предстоящее сражение. Чья обитель? Маша? Трось Сергия Волова. Да, а кто руководил? Сергий Радонежский. Отличный ответ. Этот великий русский полководец был в 1813 году похоронен в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Кутузов. Кутузов, конечно, Михаил Иларионович. Великолепно, Маша. Ну, а москвичи и туристы, которые не знают правильного названия, называют древний храм Покрова-на-Рву. А вот как они его называют? Маша? Покрова-на-Нарли. Нет, не правы. Владимир? Василия Блаженного. Собор Василия Блаженного, да. А на самом деле это Покровский собор, ну а древнее название храм Покрова-на-Рву. Там крепостной ров еще был. И после третьего боя Маша. Маше аплодируем, она сократила гигантский разрыв. 65 у сборной Фавора, 25 у команды Пересвет. Следующий бой. Четвертый бой. Праздники. Кто праздновать будет, Вера? Праздновать будет Варвара. Варвара, ждем вас. А Серафим у вас? У нас Татьяна. Варвара против Татьяны. Вперед. Варя, признайтесь, откуда вы? Я из Арзамаса. Пару слов о городе традиционное. Арзамас очень красивый город древний. У нас очень много храмов. Мы учимся, кстати, в православной гимназии города Арзамаса. И можно еще отметить, что наш владыка, он из Жлобина. И поэтому... Попротив практически. Спасибо, Варвара, спасибо. Праздники, поехали. В этом году он начался 19 февраля. Прошу вас, Таня. Великий пост. Великий пост, разумеется. Играем. На иконах, посвященных этому празднику, традиционно изображают вала и осла. Фальстарт, фальстарт у вас, Варвара. За этим очень строго следит наш электронный судья. У Татьяны есть шанс. Рождество. Рождество Христово, конечно же. Правильное название праздника – преображение Господня. Ну, а миряне привычно называют этот августовский праздник... Татьяна? Миряне называют этот праздник... Спас... Яблочный. Яблочный спас, великолепно. Вот сразу видно по лицу, что человек говорит и думает, 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 думает. Вот знаток настоящий. Продолжаем. Пасха или Бесах в ветхозаветном Израиле – это праздник исхода из... Египта. Египта. Великолепный ответ. Период между этими двумя праздниками обычно называют святыми вечерами или святками. Варвара? Рождество Христово и Крещение. Великолепный профессиональный ответ. Достяще. Противостояние наших двух замечательных девушек – Варвары и Татьяны, да помогут им их покровительницы, святые великомученицы, закончилось. Не скажу в чью пользу, но у сборной Фавора 75, у команды Перецвет из Брянска 40. Разрыв сокращается, игра выравнивается. Следующий бой! Остались капитаны Вера Дубинина и Серафим Кузьменко. Капитанский бой, вперед! Что вы можете сказать о своем городе? Мой город очень хороший, и в нем находится собор Петра и Павла. А еще там находится в дворе творческих детей и молодежи и клуб «Белая рысь». Прекрасный клуб «Белая рысь». О, великолепно! Ну, теперь мы поговорим с Серафимом. Серафим, Брянск – город древний, город славный. Брянск – древнейший город. В нем находится известный завод «Арсенал», а также Петр I основал там первую судостроительную верфь. Играем. Религии мира – общекультурная тема. Начнем. Одной из древнейших религий мира основал принц Сиддхартха, получивший имя… Вера? Будда. Будда, отлично, да. С вечера 25 ноября по 5 декабря они во всем мире таки отмечают Хануку. Прошу. Евреи. Евреи, конечно. Сунниты и шииты – два течения этой религии. Одна из мировых религий. Прошу. Ислам. Ислам, да. Это христианская конфессия, вторая по количеству верующих в Белоруссию. Вера? Католицизм. Католицизм католики, да, отлично. После произошедшего в 1054 году раскола за Восточной Церковью закрепилось это название. Прошу. Какая? Восточная Церковь была Церковью апостола Павла, а западная апостола Петра. Понятно. А вот какая еще прилагательная? Какая наша вера? Православная. Православная, конечно же. Великолепный ответ. 85-55, фавор. Впереди мы переходим к тест-игре. Вперед! Студия скандирует фавора, я болею за пересвет. Играем. Тест-игра, игра с вариантами, наше скоростное централизованное тестирование, или, как говорят в России, ЕГЭ. Вера, кто у вас готов играть вопросы с вариантами на скорость? У нас играет Николай. Прекрасно. Серафим у вас? У нас Татьяна. Николай против Татьяны. Вперед! Накануне решающей битвы равноапостольный император Константин увидал в небе. А. Крест. Б. Звезду. Ц. Радугу. Поехали. Татьяна. А. Крест. Крест он увидал, и вы зарабатываете 10 очков на тест-игре «Вопросы дороже». На подборе бы было 5. Играем. В Кане Галилейской Христос был приглашен. А. На крещение младенца. Б. На брачный пир. И. С. На поминальную трапезу. Прошу. Б. На брачный пир. На брачный пир. А. Может, вы еще скажете, какое там чудо он совершил? Превращение воды в вино. Прекрасно. 10 очков. Заслужено. Святой Александр Невский. У нас. А. Равноапостольный. Б. Преподобный. Ц. Благоверный. Фальстарт у вас, Татьяна, к сожалению, очень строго наш электронный судья. Благоверный князь Александр Невский. Благоверный. Равноапостольный тот, кто приводит к вере целые народы. Преподобный был только монах, хотя он постригся перед кончиной. Да, он благоверный князь. Отличный ответ. 10 баллов. В Евангелии от Иоанна Христос говорит. Дом отца моего не делайте. А. Базаром. Б. Домом торговли. Ц. Супермаркетом. Домом торговли. Домом торговли, да. Точная цитата. Вы правы. И последний вопрос. Главное правило монашеской жизни. А. Акстись и пастись. Б. Пастись и молись. И. С. Молись и трудись. Прошу. Пастись и молись. Вы не правы. У Татьяны есть шанс. Молись и трудись. Конечно. Без труда монах не монах. Труд, послушание. Вот что составляет суть его жизни. Блестящие пять очков Татьяне. И 115.70. Примерно тот же разрыв остается, но на слайд-игре у нас еще не такие чудеса бывают. У нас слайд-игра. Поехали. Итак, слайд-игра. Тема следующая. На экране за моей спиной появляется храм. А вы должны сказать, в каком городе он находится. Итак, Вера, кто у вас знаток храмовой архитектуры? Храмовой архитектуры у нас знает Владимир. Володя. Хорошо. Серафим. А у нас ослепительная Мария. О, Владимир, против Марии. Вперед! Жать ничего не нужно. Жать ничего не нужно. Мы начинаем с выигрывающей команды. Правильный ответ 15 очков. Игра на подборе 10. И после каждого вопроса мы меняем отвечающего. Ну что ж, моя волшебная указка. Экран. Владимир, внимание. Первый храм. Город. Тиша. Петербург. И это Исаакиевский собор. Отлично. 15 очков. Ослепительная Мария. Это храм в честь Василия Блаженного в Москве. В Москве великолепный ответ профессиональный. Обменялись ответами. Владимир, играем с вами. Город. Минск. Свято духов собор блеск. Хорошо. Хорошо. Мария. Это Полоцк. Полоцкий собор. Зачет. 15. Хорошо. Хорошо. Играем с вами. Ну, город хотя бы. Три. Две. Одна. Тишина. Маша. Это Свято-Троицкий собор в городе Брянске. Великолепно. Вот повезло. Теперь попробуйте следующий город. Я считаю, что это Киев. Старинный русский город. Какой же он русский. Володя. Новгород. А Татьяна, Татьяна, Татьяна просто вот готовила из бабочки выскочить и сказать, Смоленск, Смоленск, Смоленск. Это Свято-Успенский собор города Смоленска. Играем с вами. Прошу, Володя. Город Нежин, весь заснежен. Нежин. Нежин. А город? Храм? Свято-Николаевский собор. Свято-Николаевский собор. Отлично. Играем с Машей. Город? Звучал уже здесь. Киев. 13 куполов. София Киевская. Отлично. Володя. Нотр-Дам де Пари. Нотр-Дам де Пари. Собор Парижской Божьей Матери. Конечно. И последний вопрос. Мария вам. Это собор в честь Петра и Павла в городе Гомель. Были? Были. Понравилось? Очень. Спасибо. Великолепная игра. Итак, 175 после игры Владимира, 145 после игры Марии. Решающее. Риск игра. Вперед! Риск игра. Единственный момент в нашем интеллектуальном поединке, где штрафуются неправильные ответы. Зато за правильный можно получить целых 20 очков. Но 20 могут слететь за неправильный. Вера? Рискую я. Прекрасно. Серафим? Попробую. Боевая капитанская игра. Вперед! Итак, риск игра у нас составлена из вопросов всех пяти тем игры дуэльной. Начнем. Азвукаверы. Буква Е. Она состоит из приходов, объединенных в благочине и монастырей. А возглавляет ее архиерей. Прошу. Епархия. Епархия. Епархия, правящий архиерей Гомельской епархии, владыка Стефан. И счет стал 175-165. Играем. Святые и святыни. День этих войск совпадает с днем пророка Ильи. Пошу. Воздушно-десантные войска. ВДВ и вы вышли вперед. 185-175. Дорога к храму. Для этого торжественного акта посещали Успенский собор Кремля русские цари. Вера. Коронация. Великолепный ответ. Да. 195-185. Праздники. В народе говорят, 40 дней ходит спас по земле. От воскресения до... Вера. До вознесения. До вознесения, браво. Вознесение тоже приходящий праздник. И последний религии мира. Добром нужно отвечать на добро. А на зло нужно отвечать справедливостью. Это изречение основателя одной из трех главных религиозных течений Китая. Учителя Куна. Мы его знаем под именем... Вера. Конфуций. Кун-фу-зы. Победа. Блестящая победа. Вот видите, общее правило. Сборная всегда, ну не всегда, чаще, сильнее, чем клубная команда. Но тем не менее, тем не менее, Серафим и его ребята, вы победители международного турнира знатоков православной культуры «Фавор». А это высокое звание. Вы чуть-чуть уступили суперсборной Веры Дубининой, суперсборной «Фавор», но в главной этой игре вы победили. Так что у нас нет проигравших. У нас только победители в нашей студии. И это замечательно. АПЛОДИСМЕНТЫ Преосвященный просил возле этой новой заповед, две эти замечательные чудные книги, вручить лучшим игрокам. В каждой команде это свой игрок. И поэтому я вот немножко так, может, не по-христиански поступлю. Хотя, почему бы нет? Сейчас команда «Фавор» сборная турнира должна назвать лучшего игрока в команде соперника. А вы уже начнете обсуждать потихонечку, кто лучший игрок у них. Ну что, Вера, оглашайте коллективный вердикт. Мы посовещались, решили, что это Татьяна. Вот с благодарностью. Моя умница. Поздравляю. Ну что ж, а теперь слово Серафиму нашему. У достойной сборной достойный капитан. Вера Дубинина. Вера, игрок и импетант клуба «Белая рысь». Нет, чертовски приятная. Ручить тебе, моя ласточка. Держи. И так мы завершаем нашу уникальную праздничную игру. Потому что турнир, фестиваль – это всегда праздник. А я надеюсь, что у нас в студии моими, Леонида Климовича, и вас, дорогие зрители, гостями, были участники международного турнира знатоков православной культуры «Фавор» команды «Пересвет» из Брянска, чемпион турнира и сборная лучших, лучших из лучших игроков турнира «Фавор». Знатоком православной культуры, как знатоком в любой области человеческого знания, может стать любой. Для этого нужно, как сказала Татьяна, молиться и трудиться. Главное – трудиться. Ну и самое главное – смотреть нашу игру. Ведь правила знаете. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ